Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Игусев Иван. Я работаю в компании МАКСКА. Мы здесь представляем сегмент малого бизнеса. Хотел рассказать вкратце, как мы переносили графический интерфейс пользователя от ISADM2 под .NET UPS. Ну, совсем коротко покажу слайд, как проходила эволюция от Software & Corporation. У меня было, в общем, три года, когда вышло, чуй, поэтому я не буду на этом останавливаться. Примерно так нам это выглядело следующим образом. Медицинская информационная система Galen родилась под Unix, под Charter Using Interface. В 2002 году она получила новый интерфейс на ADM2. С тех пор прошло уже более десяти лет, появились новые технологии, новые операционные системы. В общем, остров стал вопрос дальнейшего развития этого графического интерфейса пользователя, то есть GUI, чтобы он соответствовал ожиданиям пользователя. Наш выбор пал на WPF. Почему WPF? WPF сейчас пользователь уже избалован веб-технологиями, он желает видеть красивый интерфейс, однако сами веб-технологии нас не устроили по причине того, что скорость работы, то, что приложение работать будет через браузер, ну и скорость все-таки, которая тоже желает порой лучшего приложения. WPF же позволяет реализовать богатый интерфейс, при этом без и не имеет этих недостатков. Ну, так же технология Microsoft, в общем-то, она будет долго придерживаться, планируем так. Так же, в принципе, приложение, написанное на Windows Phone Presentation, можно транслировать и в веб, то есть это делается без проблем. Вот доступно через Internet Profession Service. Ну, давайте представим двух абстрактных программистов. Один знает, программирует на ABL, знает, какие индексы есть в базе, знает структуру базы, связи в ней. Он разрабатывал предыдущее приложение на ADM. Самое главное, что он знает бизнес-логику, но он плохо знает .NET. И есть программист на .NET, на C-Sharp, он знает платформу, знает WPF, но плохо знает прогресс, плохо знает бизнес-логику. Объединив их усилия при помощи OpenClient и WPF, мы получили Galen 2.0, в общем-то, WPF. Уже OpenClient предоставляет для работы с ним от .NET два способа. Это ProxyNet для генерации делалок из ABL-процедур, которые впоследствии можно отстраивать в сборке уже на .NET. И открытые API, к которым можно обращаться. Есть набор классов для доступа к ним. По нашему предпочтению второй вариант более лучше, так как разработчику на ABL достаточно просто написать процедуру, положить ее на Application Server, после этого его работа заканчивается и не надо генерить дополнительные какие-то берегонки и куда-то их встраивать. Ну, это набор классов этого OpenClient.NET. Мы, в общем-то, упростили работу с ними по средствам модификации имен процедур, входных, выходных параметров. Стало это выглядеть вот так. Ну, то есть, на картинке выше там отбираются первые 20 записей, у которых реквизит name начинается с 1. А на картинке пониже меняется реквизит по уникальному ключу. Ну, это уже унификация самих этих ABL-процедур. То есть, посредством включаемых файлов это стало выглядеть, ну, относительно красиво. Процесс разработки получился следующий. Программист на ABL разрабатывает процедуры безатлогику на 4GL Progress, как и раньше, рисует формы на Hamler. Hamler – это язык разметки форм для WBF. И оставляет там метки для маппинга, для последующего маппинга. А программист на .NET уже маппит данные на формы WBF в обе стороны. И обеспечивая для некоторых форм их специфичную интерактивность, которую они получаются, в общем-то, замаппить автоматически. Это, в общем-то, сам Hamler. Язык очень похож на HTML с небольшими оговорками. Звучить его довольно просто. Что бы хотелось сказать, то есть, что когда нужно описывать поля для... Ну, на Hamler, надо указывать все реквизиты, такие как тип, формат. Метки поля, то, что это поле является ссылочным, нужно сделать валидацию или открыть справочник при нажатии на него. В общем-то, все это есть. На самом деле, у нас метасхема базы данных. Поэтому нам нет нужды указывать это прямо в ходе самого Hamler. Мы можем это потянуть динамически уже и в ходе прописать автоматом. Валидация где делается? В прописке или в Латне? Валидация чего именно? Того, что делал. Некорректный этап. Нам нужно им какую-то ошибку. Ну, грубо говоря, WPF.net-приложение посылает запрос в базу, пшку вызывает, получает либо true, либо false. Все. Валидация делается, разумеется, у нас в самой базе. В общем-то, так как мы решили передавать и форматы тоже данных, чтобы их отображать было проще, тогда программисту на 4 GL останется только Hamler разместить правильные поля на форме. В общем-то, и все. Это вылилось у нас в три таблицы. Таблица данных. Ну, таблиц данных может быть несколько, там зависит уже от логики, от бизнес-логики. Таблица форматов, где описывается то, как отображать эти поля. И служебная таблица, где мы там передаем некоторые состояния, уже для служебных, ну, контекстное, скажем так. Все это запихивается в PRO-датасет в BL-процедуре, передается через OpenClient Application Server на .NET, через эти классы, которые предоставляет OpenClient. Ну, а дальше уже мы разбираем этот датасет, как родной для .NET. Там проблем уже нет с этим. Архитектура получилась следующим образом, то есть у нас есть родная база данных, которая работает с 93-го года, у них прекрасно работает ADM-2 в приложении, а наше новое приложение работает через .NET-WPF, через Application Server, сервер приложений. А, ну и картинки покажу, что получилось вообще. То есть это ADM-2, это, собственно, PF. ADM-2, DPR. Чего бы хотелось отметить, что это, в общем-то, не совсем форма, это фреймы, их можно между собой комбинировать по-всякому. Что, вообще-то, сокращает порой очень много чего. Вот если запустится... Правда, может, не повезет. Тут видео должно быть. Нет. Там потоком отдельно загружали данные в грид, то есть пользователь вводит текст в репрезиты для поиска. У него... Причем сами поля не тормозят, а данные подружаются другим потоком. Это просто на WPF очень просто реализовать. Поэтому хотелось это показать. Что-то не работает. А, хотелось бы еще что отметить, что когда говорят такие слова, как .NET, C-Sharp, PF, обычно подразумевается, что это делать нужно среди Microsoft Visual Studio. Мы малый бизнес решили сэкономить, попробовали Sharp Develop. В общем-то, для наших нужд его хокировали с избытком. Ну, сама идея разработки. Ну и в итоге. Что мы получили? Получили современный вид программы, который можно, в общем-то, легко изменить посредством замены файлов и ресурсов. В WPF есть всякая фишка файлов и ресурсов. Это то же самое, что каскадные стили для HTML. Изолировали данные от интерфейса, при этом, в общем-то, у нас получилось так, что программист на ABL, так же, как и раньше, пишет процедуры бизнес-логики на ABL, а рисуют формы камня, которые, в общем-то, изучили очень просто. Ну и снизили стоимость развертывания ПО. Это в плане того, что нам теперь нужно закупить лицензии только на серверную часть, а на клиентскую не нужно, потому что она работает по .NET. Все. Конечно, можно. Веб-спид – это для того, чтобы сделать что? HTML? Ну, то есть, веб-страницы. Ну, я, наверное, невнятно проговорил. То, что нас, в общем-то, порой не устраивает, что сам HTML работает не очень быстро, то есть, как бы сейчас скажу, да, в общем-то, неважно. Приложение работает через браузер, нужно доступное приложение. То есть, у нас были сочетания клавиш, которые были раньше в приложении, с этим приложением будут, в общем-то, работать те же операторы, они не должны чувствовать дискомфорта, то есть, в переходе от одного приложения к другому. Но там, если сочетание клавиш перекрывается, перекрывается, ему придется переучаться, но это не вариант уже. Нам нужно, чтобы было то же самое, что было и раньше, чтобы оператор, которого не надо переучивать. У нас такая бизнес-отдача, в общем-то, стоит. Но на самом деле, приложение, написанное на АВПФ, оно доступно и через ИС. Ну, писали движок долго, чтобы все это мапить приходилось, в общем-то, быстро и не приходилось много ходить, руками это все линковать. Не пытались, конечно. Ну, не пытались не, конечно, просто не нужно было. Нет, мы думали. Проблема, знаете, какая, в общем-то, что не запустить Microsoft Word под Unix. Это клиентов не устраивает, а не то, что... Вот, все. Иван, можно... Да? Скажите, а вот между клиентскими агентами от L2 очень глубокая связь есть? Да. А он удалось, что это все равно? Да. Пока удалось не все, честно скажу. То есть, в общем-то, пока мы еще не все и переписали, то есть, пока переписываем, постепенно, когда возникает какая-то проблема, стараемся ее решить все-таки как-то так, чтобы оно само это делалось. То есть, вы знаете, аналоги классов, которые есть в L2, например? Ну, я не очень глубоко знаком с технологией L2 все-таки, но видел. Что-то похожее, да. Но, в общем-то, иногда приходится дописывать, в общем-то, руками уже программисту на шарпе, то, что должно быть так, особенно в особо тяжелых случаях где-то. В общем, не вариант описать формально. Если бы их форма была написана на L2, говорится за один день, сколько времени нам понадобилось сделать ее аналог? Ну, нет, не полчаса, может быть, даже и больше. Но это зависит, какая форма. То есть, некоторые формы, они будут реально просто написать, потому что, ну, там, в общем-то, когда будут заниматься только программистом АБЛ, он будет делать почти то же самое. Если случай тяжелый, например, что нужно данные подгрузить лениво, чтобы там интерфейс не дискута, или там, что при выборе такого-то, там, не знаю, еще что-то происходит непонятно, ну, тогда придется писать это уже двум программистам. Может, это займет столько же время, но двум программистам. Еще вы бы сказали, что в Кабле вы не используете валидацию на уровне клиента совсем, вы просто прогрессиваете всю валидацию. Ну, какую валидацию? Есть валидация со справочником, если надо сравнить, то есть, подходит ли под справочник, то, разумеется, мы не перекидываем весь справочник до клиента. А если там... Нет, ну, короткие диапазоны значений, типа там список какой-то... Нет, нет, ну, это разумеется. В общем-то, можно в Кабле указать, что типа обязательно для заполнения, он просто это поле не покинет. Вот так у нас сделано, по крайней мере. Ну, да, у нас цель была уйти... Управление отображения идет полностью. Да. Нет, отображением идет... У меня какого-то твёрфет, когда у нас вся бизнес-слойка соотношена на серию клавиатурных. И где-то показывает и называет уже на серию клавиатурных. Ну, замечательно это сказали, просто, может, если слышали, ну, да. На самом деле, у меня очень интересный вопрос. Ну, представьте, что вы можете выполнить произвольную пешку с сервера приложения, которая там лежит в каталоге. Там, правда, это прогресс предоставляет опен клиент. Если честно, не знаю, я не менеджер, поэтому я программист не могу вам сказать. в сети он уже не встречал как-то. Нет, ну, на самом деле, то, что она... На самом деле, вот, то, что классы предоставляются, там немного может быть много лишнего. Это пришлось все переработать, чтобы было работать с этим удобно. Уже есть .NET программисты, которые привык с этим работать, как с обычными классами, как принято уже .NET. Могу ли вам показать первый пример процедуру вызывания АВИК-картера? Пока нельзя. А, вызова что? Работы именно с... У меня с собой нету. Следодите мне. Не знаю, ваши контактные данные. Я пришлю. Сама рассказать? У меня нету. Ничего. С собой давайте. Я вам сам постараюсь написать, обещаю. Ну, или дам хоть что-нибудь. А, ну, на память помню. ВПФ? Используем. Ну, судя по тем знаниям, которые были доставлены... А, не-не-не-не, у нас просто дизайнера нету. Это если бы дизайнер был, конечно. Я имею в виду, что с точки зрения... Ну, программисты на C-sharp используем, конечно. То есть, динамическая подгрузка особенно была классно выглядеть. Когда в grid там загружались данные. Нет. Сразу так, хоп, от всех. В одной строчке так очень быстренько. Ну, в этом плане, и в Польше. У меня еще маленький комментарий. Вы ничего не экономите на C-sharp, потому что клиентская часть у вас все равно остается видеть серверные приложения. А на ADM-2 этой же функциональности производят бесплатные производства клиентов. Ну, еще раз расскажите мне. Мне просто даже интересно. Меня просто убеждал тот, кто меня сюда послал. В том числе, что... ADM-2 выполняет бесплатный производство клиентов, которые работают через серверные приложения. А то, что там есть ограничения на количество подключений одновременно как прогрессировать. Это никак никому не комплектуется. Это касается серверовложений. В вашем случае клиентской частью является серверовложений. Ну, да. А интерфейская часть, она бесплатная. Ну, значит, мы ничего не экономим. Придумать что-нибудь. Хотя бы хуже не стало. Ну, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ